Ребят, слышали поговорку терпение вознаграждается? Я перетерпел титры, на самом деле они дико недолгие, и мне тут пока начали показывать один ролик в конце Мафии 3. Давайте посмотрим. Я поставил на паузу очень вовремя. Да позвольте задать вопрос, сенатор. Где вы находились, когда был убит Джон Фиттжеральд Кеннеди? Вот давайте сейчас узнаем. Я не помню дома, кажется. Я не помню, дамы Кельсты. А сейчас я расскажу, где был я. В странном вьетнамской халупе. Я там медленно шинковал старушку на миг кусочки. А знаете почему? Потому что ее сын был офицером северо-вьетнамской армии. Иначе ничего бы он нам не сказал. Я не понимаю. То, что он нам сказал, спасло целый взвод. Это 42 человека. Которые дожили до следующего дня, только потому что я был готов распилить ту старушенцию. Сядь за огни свой гребаный рот. Я много старушеных вещей сделал в имя Радзина. И они мне будут сниться до конца жизни. Но я сделал все это, потому что верил в борьбу. Верил в то, на чем стоит наша страна. И вот, сижу я на жопе, ровно посередине болота, вокруг меня, старушечье мясо. И тут слышу, что президенты Соединенных Штатов только что нахер грохнули. И тут я сразу понял, что я не могу все так и оставить. Что я должен найти способ все исправить, сколько времени это не заняло. О чем вы говорите? Я говорю о том, что Сэл Маркана, зуб из оговорщиков, убил президента Кеннеди. Это самая большая нелепица. Так и думал, что вы это скажете. Несместа, мать вашу. Господи, Доннамон, безумец. Вы, 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 если думаете. Я не против огоньки, если надо. У вас, с огоньки все в порядке, а? Поступили... Не, не факт. Стали окруженным прокурором. Пробились в Сенат Соединенных Штатов. После смерти Сэлла, я прошерстирую его картотеку. Как же я удивился, натыкаясь на ваше имя снова и снова. Мы в Дюке хотели убить Кеннеди, и вы были более чем готовы им в этом помочь. Здесь камеры. Свидетели, вам с рук не сойдет. Да я хочу, чтобы они это увидели, осел в тупой, потому что тогда не смыкну, что я с вами не закончил. Я с вас начал. И они следующие. Посрались. Джентемены. Охрана, живее! Вот реальная концовка, маффит. А вы думаете... Нас, ребят, настрахнули. Вот реальная концовка. Вот это реальная концовка игры. То, что я видел до этого, это брехня какая-то. Вот это вот реальная концовка. Линкольн клей, плевать. Вот. Вот это реально крутая концовка. Эти взрывы все дурацкие. Нафиг мне. А вот я считаю, вот это крутое было. Просто взял меня за стола, взял и застрелил пидора, потому что он пидор, потому что проворовался. Вот так и надо. Вот так и надо. Переждал титры. В итоге меня вернуло туда же, куда я попадаю, если просто вырублю игру до конца титров. Это к финальной миссии. То есть, по сути, в игре есть фриплей. То есть, вы можете бесконечно дальше играть сколько захотите, даже после окончания игры. И у вас сохраняет все снаряжение. И вы в любой момент можете посмотреть любую из концовок снова. И я считаю, что это очень круто. То есть, знаете, все эти противные игры, которые тебе, по сути, не дают этого делать, не дают никакого фриплея. Ты игру прошел, все, начиная с начала. Если хочешь играть во фриплее, здесь этого нет. И за это разработчикам спасибо. Но, может быть, тут все так устроено специально, чтобы... На случай DLC, например, что ты можешь вот так остаться на, скажем так, сейве в финале игры. И как бы все. Кстати, может, даже задание ирландца было бы добить. Я его хотел добить, но у меня не добивается вообще ни в какую. Потому что исчезли значки машин. В общем, не знаю, баг, наверное, какой-то. Но мне это не страшно уже. То есть, у меня висит вот это задание, но это такая фигня, что... И кто-то мне все говорил, завершить задание с Витой. Ребят, я завершил. Там просто гонять грузовики, чтобы бизнес расти. Я завершил. Все. Вита все сказал. Я не понимаю, почему люди продолжают писать, типа, добей задание с Витой. Какие? Какие задания? Их нет. Все, ребят, мы закончили. Игра пройдена. Полностью и окончательно. Будут DLC, будем играть. А так нас ждет очень много новинок. Например, 11-го выходит дополнение к Ларке. Довольно большое, как я понял. И хочется в него поиграть очень сильно. Большой фанат Тум Рейдера. Так что жду, жду, жду. Ну, знаете, а герза? Герза это такое дело. Герзовое. Я так, посмотрю. 11-го, если я смогу добыть диск в магазине, я уже забил страницы в браузер нужных магазинов. Если смогу забрать, то смогу. Если нет, то, наверное, нет. Потому что я предзаказ, к сожалению, не сделаю за тупой системой предзаказов в MVD. И еще более тупой системой предзаказов в DNS, которую изменили, видимо, из-за того, что люди раньше срока забирали предзаказы, раньше релиза игры. Видимо, систему поменяли из-за этого, потому что я столкнулся с тем, что игру получить до релиза сейчас практически нереально. Даже если журналисты частенько очень трудно, потому что ужесточили все это. Ну, просто, я думаю, что, во-первых, издатели заметили, что люди стали играть до релиза и спойлерить сюжетные моменты. И увидели, что если ты даешь ютуберу игру на неделю раньше релиза, это не увеличивает продажи. Я думаю, они наконец-то, ну, додумали, что это так и работает. И теперь, наверное, вот такой, совершенно так, малины больше не будет. Но за день, за два до официального релиза игры играть мы сможем. Почему? Потому что, ребята, с вами Евген, а Евген всегда добивается своего. Вот вам мой эпилог. И все, пока, ребята, до следующей игры. Скоро увидимся. Что-то возьмем, мафия была хорошая.